Меня зовут Андрей Лисеев, я лидер сообщества Меркурий, вот уже несколько лет. В сообществе я нахожусь как участник больше пяти лет, почти шесть уже, в декабре будет шесть, я нашел наконец-то дату своей регистрации. И сегодня я вам расскажу про наш фонд коллективного самообеспечения, по-другому можно назвать касса взаимопомощи нового поколения. Но прежде чем мы перейдем к возможности нашего фонда, я хочу вам рассказать немножко про то, в каком мире мы с вами живем. Чтобы вы понимали, для чего вообще появилось наше сообщество и в чем причина. Ведь можно было просто продолжать жить обычной жизнью так, как живут все. Но основатель нашего сообщества, как человек очень грамотный, как человек видящий, куда этот мир идет, он решил создать параллельный финансовый мир, с помощью которого люди будут жить другой жизнью. Финансово обеспеченной, жизнью свободной от нужды постоянно зарабатывать деньги. Вот, я бы сказал, от нужды зависимости, даже серьезной зависимости, постоянно зарабатывать деньги. На данный момент, если все ресурсы на планете Земля разделить на всех людей, то всем хватит с излишком, скажу вам честно. А если разделить даже на печатанные деньги, то все будут мультидолларовыми миллионерами. И даже тот ребеночек, который вчера родился в Африке, он тоже будет мультидолларовым миллионером. Так почему же мы в таком изобилии денег живем в таком их дефиците? Скажу вам честно, ответ очень прост. Потому что та система распределения, которая есть сейчас в нашем мире, она не отвечает ценностям людей, она не ставит во главу угла человека. Она ставит во главу угла золотого тельца, а человек задвинут в дальний угол ниже плинтуса. Почему так вообще произошло? Ведь не всегда было так. Давайте немножко окунемся в историю. Когда-то банковские картели, я думаю вы слышали эту историю, объединяли свои ресурсы и создавали целые агломерации банков. Так вот, в одной из стран у них получилось создать очень сильное объединение банкиров и пролоббировать закон о том, что печатание денег, либо печатный станок передаются в частные руки. Эта страна была США. В 1913 году образовалась Федеральная резервная система США, либо, можно сказать, это частная компания, которая учреждена крупными банками США, и функция печатания денег передана в их руки. С тех пор мир стал очень серьезно меняться, и за последние сто лет мы увидели эти перемены. В связи с тем, что нет лучшего способа заработка денег в современном мире, чем развязывание войн, в прошлом веке мы видели это. Первая мировая война, и причем в 1913 году образовалась Федеральная резервная система США, и буквально через полгода уже началась Первая мировая война, друзья. Печатный станок сразу стал печатать деньги для того, чтобы обеспечить все воюющие стороны всем необходимым. Поэтому развязывание войн и ведение войн для банкиров – это самая прибыльная деятельность. Что мы видим? Что произошло у нас за последние сто лет? Первая мировая война унесла жизни несколько десятков миллионов человек. Революция в Российской империи унесла жизни более десяти миллионов человек. Всевозможные локальные войны, где-то репрессии, потом Вторая мировая война, которая унесла жизни, если сложить вообще всех людей, там больше пятидесяти миллионов человек по всему миру. Вот. И так далее. До сих пор продолжаются многие локальные войны, конфликты, и кому-то это очень выгодно. Поэтому и придумал наш народ такую фразу – кому война, а кому мать родна, да? Вот. Не просто так. Это именно вышло из народа, потому что многие понимают, для кого война выгодна. А выгодна она для мировой финансовой системы. Для той системы, где одному проценту принадлежит 90% ресурсов нашей планеты. Другими словами, это капиталистическая система колониального типа. И на данный момент в этой системе мы живем. В мировой финансовой системе сейчас должны все страны мира. Поэтому у всех правительств не полнота власти. Эту полноту власти они разделяют со своим центральным банком, который через мировую финансовую систему, по определенным алгоритмам, либо системе распределения дает деньги, по сути, правительству. Поэтому правительство находится наполовину как бы в заложниках. И не может свободно принимать решения в конкретной стране. В такой великолепном мире мы живем. Когда ребеночек рождается в какой-то любой стране, это не важно. Это касается всего уже мира. И он уже должен. Представляете, друзья? Родился маленький ребенок, чистая душа. И она уже должна. В таком мире мы живем. Потому что у той страны, где мы живем, есть внешний долг перед мировой финансовой системой. Перед той кучкой банкиров, которые в 1913 году, это кланы банковые, образовали в Федеральной резервной системе США. А народ США отдал им функцию печатания денег. И с тех пор мы живем в этом прекрасном мире. И сейчас Федеральная резервная США управляет центральными банками в каждой стране через Международный валютный фонд. И многие по новостям радуются. Вау, Международный валютный фонд еще одобрил очередной кредит. И все хлопают в ладоши, не понимая одной простой вещи, что еще больше удавка долга затягивается на шеи страны. А к кому платить? Конечно же, народу каждой из стран. Поэтому я часто скидывал. Попозже после презентации я еще раз скину, кому это интересно. Если интересно, напишите в чате, кстати. Я скину ссылку сайта, где в режиме онлайн видно долги каждой из стран. И вы можете посмотреть, там прям тикают, вот так вот на счетчик поставили. Вот. И таким образом, далее, центральные банки создают эмиссию денег в каждой из стран. То есть, допустим, не важно, в какой стране вы находитесь сейчас, у вас есть центральный банк, и он печатает деньги. На этот процесс вы никак не сможете повлиять, как обычный человек. На этот процесс без потрясений обычный человек повлиять не может. Вас же не спрашивают, сколько денег надо напечатать. Много или мало. Может вам отдельно, как человеку, напечатать побольше, да? То есть, мы, как обычные люди, не участвуем в процессе эмиссии денег, то есть создания. Вот. Дальше от центрального банка идет распределение во всю банковскую систему. Сначала крупным банком, крупным банковским картелем, можно сказать так. Так как вы тоже не находитесь в родстве, либо, не знаю, в управлении крупных банков, то вы тоже не участвуете в распределении денежных средств от центрального банка. До революции, если взять Российскую империю, в Российской империи существовала не только банковская система. Она была как бы как альтернатива. Еще была сберкасса, народные банки, дальше были всевозможные финансовые объединения по религиозному типу, у староверов были свои общики, дальше было казначейство непосредственно от государства, казна так называемая. Она не была никак не связана с банковской системой, банки существовали каждый сам по себе. Монетный двор, который непосредственно подчинялся правительству, казне, в том числе. То есть совершенно система была другая. и система распределения просто функционировала по другому типу. Инфляция была 0%, потому что все было подтверждено золотом, потому что золотые монеты ходили. Допустим, корова в 1905 году стоила 3 рубля, так же, как корова стоила в 1891 году тоже 3 рубля. Но, как показывала практика, в банковской системе невыгодно либо очень долго обогащаться в такой устойчивой системе. Поэтому был произведен комплекс мер и создали мировую финансовую систему. Дальше. Через центральные банки идет распределение в крупные и средние банки. Дальше по системе предприятий, микрофинансовых организаций и так далее все это вливается в рынок. То есть эмиссия, распределение и рынок. Рынок – это перераспределение денежных средств. Рынок – это мы с вами, люди. Это не акции, не облигации, не недвижимость. Это мы с вами, люди. И в рынке мы обмениваемся деньгами за товары и услуги. Вот. Деньги нужны только нам, людям, потому что мы так придумали себе. Если бы мы придумали себе как-то по-другому, то было бы что-то по-другому. Сейчас деньги – это людская игра, игра, придуманная людьми, и мы в нее играем в рамках цивилизации. Чтобы победить деньги, у вас либо должны быть деньги, либо вы должны полностью от них отказаться. Второй вариант мы не рассматриваем, потому что сейчас тема немножко не та, там очень глубокая тема для размышлений. Но мы сейчас рассматриваем вопрос, как делать так, чтобы через объединение людей можно было нужду постоянно зарабатывать деньги решить раз и навсегда. Именно поэтому создано наше сообщество. Так вот, в рынке мы можем повлиять на денежную массу. Каким образом? Мы можем вот тут в уголке собраться, объединить свои ресурсы и передоговориться, по-другому договориться, как будут распределяться денежные средства. Понимаете? Вот рынок, а вот мы. И здесь уже наши правила. И здесь уже по нашим правилам мы можем договориться, как мы можем помогать друг другу через нашу кассу взаимопомощи нового поколения. Что Дмитрий Васадин сделал, как мудрый основатель нашего сообщества. И с 2006 по 2011 он только думал, друзья мои, задумайтесь, у вас есть в ближнем окружении человек, способный пять лет только думать, свободно думать. Он уже с 2006 года был свободен от заработка денег, он уже давным-давно финансово независимый человек, и у него возникла мечта создать систему, которая позволяет людям дать возможность высвободиться от денежной зависимости, от нужды утром просыпаться и думать, откуда брать деньги. Потому что рабство по сути не отменили, а видоизменили. И в связи с тем, что в 90-е годы Советский Союз по сути был продан Горбачевым за плюшки западного мира, то вся страна вместе с ресурсами, с заводами была полностью продана по сути капиталистической системе колониального типа. То есть нашей мировой финансовой системе, в которой мы с вами сейчас живем. Если у вас есть карточка Visa MasterCard, то вы участник мировой финансовой системы, вас с этим поздравляем. Далее. Для чего Дмитрий Васадин придумал это все и мало того, что придумал, а еще и смог реализовать. Конечно же не один с помощью единомышленников, которые с каждым годом все больше и больше появлялись в нашем сообществе. Наше сообщество бурно растет. Сейчас у нас онлайн децентрализованное сообщество свободных людей, которые объединили свои ресурсы для того, чтобы высвободить свое время, свою жизнь от постоянного заработка денег. Поэтому Дмитрий Васадин взял все самое лучшее из дореволюционной России, взял все самое лучшее, все алгоритмы из Советского Союза, взял самые передовые технологии современного мира и создал систему, создал систему, которую сейчас мы с вами видим. Эта система, она видоизменялась из года в год, она постоянно меняется, и четыре года назад она трансформировалась в денежные потоки. И четыре года она уже работает бесперебойно, шикарно, это очень мощный, очень надежный инструмент, который мы даже можем сейчас в связи с тем, что мир очень серьезно изменился, мы даже можем сказать, что мы инвестируем в денежные потоки. и я думаю вы заметили, что мир продолжает очень серьезно меняться. Меняется он каждый день стремительными шагами. Вспомним пандемия, как изменился мир, как всех закрыли и все не знали, что будет завтра, как долго все будут в закрытом состоянии, что вообще происходит, как мир поменялся после СВО и продолжает меняться. и так далее. После введения цифровых денег, сейчас центральные банки по всему миру вводят цифровые деньги, мир тоже очень серьезно поменяется и изменится. Дальше нейросеть появилась в нашей жизни. Нейросеть это вообще переворот трудового рынка, рынка труда. Много профессий просто отойдет на второй план и заменят роботы. допустим взять примеры часто привожу Иннополис это айти столица Татарстана шикарнейший город, где уже живет пять тысяч человек. В основном конечно же это программисты, сотрудники корпораций, банков, айтишных корпораций. Вот и там уже давным-давно нету ни водителей такси, Яндекс.Такси ездят без водителя автоматически, только задаете точку куда вам надо довезти. Машина сама едет, соблюдая все правила дорожного движения. Дальше там нету ни курьеров, Яндекс.Роботы развозят еду полностью по всему городу. В ресторанах нет ни официантов, в магазинах нет кассиров, продавцов. Все это уже в прошлом. И скажу вам честно, то, что сейчас происходит и как нейросеть уверенно врывается или искусственный интеллект уверенно врывается в рынок труда, то те люди, которые работают в найме, в ближайшее время будут серьезные изменения. И даже если ваш работодатель не хочет этих изменений, ему придется их сделать. Потому что рано или поздно его конкуренты введут искусственный интеллект и на рынке появится серьезная конкуренция компаний, которые уже используют искусственный интеллект и компаний, которые не используют искусственный интеллект. Компании, которые используют искусственный интеллект будут давать меньше себестоимость, соответственно, дешевле товар, продукты, услугу. Потому что меньшее количество сотрудников позволит сэкономить на фонде оплаты труда, таким образом удешевит всю себестоимость продукции. И на данный момент ждет большое сокращение. Поэтому, дорогие друзья, думайте, серьезно думайте. Найм не становится тем надежным способом заработка денег, который был когда-то в прошлом веке. Мы уже живем 23 года в информационном веке. Если 20 век был производственным веком, создавались большие заводы, строились предприятия, индустриализация, то сейчас информационный век. Уже 23 года мы с вами живем в информационном веке. И смотрите, как этот мир изменился за эти 23 года. 23 года назад у нас только-только начали появляться мобильные телефоны, кнопочные, помните, еще с антенками некоторые. Я думаю, каждый помнит свой первый мобильный телефон как первая любовь. И что у нас есть сейчас? У нас есть сейчас смартфоны, через которые мы можем вести даже вот такие трансляции, как мы сейчас. Этот телефон способен это делать, друзья. Задумайтесь просто. Сейчас мир все больше идет стремительными шагами в технократический мир, где за человека будут работать роботы везде, на всех этапах и всех производственных циклах. И вы должны быть к этому готовы. Морально готовы, материально готовы. И все старые методы заработка денег отмирают также вместе с изменением этого мира. Остается только один основной вид заработка – это инвестирование. Но даже и смысл этого слова изменился. Если раньше инвестиции – это были акции, облигации, недвижимость, какие-то фондовые бумаги, то сейчас инвестирование – это сегодня просто вложение. Любые вложения. Вложение времени. То есть, прочитали книгу – вы инвестировали в свои знания время, инвестировали. Вложение ресурсов, денег, вложение материальные, нематериальные активы. Сегодня даже картинка NFT стала активом, друзья, которую можно продавать за миллионы долларов. И люди покупают. Люди говорят – вау, я вложился, я купил картинку NFT, друзья, за несколько миллионов долларов. Как вам? Мир сошел с ума, да? Нет, мир просто меняется. А нам с вами, как люди мудрые, мы должны тоже меняться. Ибо выживет не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам. Люди покупают участки на Марсе, на Луне, и это тоже считается активом, это считается инвестированием, друзья мои. Участки на Марсе и Луне, на которых вы никогда в жизни даже к которым не прикоснетесь, считаются сейчас активами. Люди еще не научились жить полноценно на планете Земля, но уже распиливают Марс и Луну. Абсурд, да? В таком мире мы с вами живем. Поэтому наше сообщество активно создало свою финансовую инфраструктуру и инвестирует в свои финансовые инструменты. Это денежные потоки. Причем инвестирование можно начать с абсолютно любой суммы. Поэтому все это создано для обычного человека. И скажу вам честно, даже с минимума вы можете потихоньку начинать разбираться. Теперь подробнее. Любое инвестирование вообще оценивается прибыльностью и риском. Инвестирование в казино. Риск большой. Прибыль тоже очень большая. Шанс, что вы в казино выиграете 1 к 37. Потому что есть хозяин казино, который придумал эту систему распределения, которая действует непосредственно в самом казино. Это его игра. У нас в нашем сообществе наша игра по нашим правилам и нашей системой распределения. Справедливой системой распределения, которая дает денежный поток каждому человеку, каждому участнику нашего сообщества. Дальше. Инвестиции в государственные ценные бумаги дают низкий риск, но и низкую прибыльность. 3-5% прибыль, но очень надежно. Никогда никто никого не кидал по выплате государственных ценных бумаг. Но какой смысл в них инвестировать, когда инфляция иногда составляет 7-10%. И на данный момент проценты по государственным ценным бумагам часто не перекрывают даже инфляцию. Поэтому на данный момент инвестиции хоть и надежные, но очень-очень малоприбыльные. И у нас в проекте идеальное сочетание прибыли и риска. Причем у нас самонастраиваемая стратегия. Вы сами можете ее настроить самостоятельно у себя в кабинете. В каждом потоке есть свои стратегии. В каждом потоке есть свои нюансы, тонкости, своей психологии, свой психологический математический алгоритм временной, разновременной. Все потоки у нас работают разное количество времени. Вот такие инструменты есть у нашего сообщества. Я лично выделил 17 денежных потоков. Это те возможности, которые может взять каждый участник нашего сообщества и создать себе пассивный денежный доход. Да, друзья, я и не оговорился. Именно пассивный денежный доход. Вы можете и, конечно, активничать, так же, как я сейчас делаю я, но это я делаю по велению моего сердца, потому что многие просят проводить презентации. Моя подача многим нравится. Именно поэтому я сейчас активничаю. Хотя уже, в принципе, активничать у меня нет такой нужды резкой. Потоки уже созданы, команда есть, и вот проводить интенсивно такое количество презентаций уже сильно нет нужды. Но я понимаю, что это может отчасти моя какая-то определенная миссия, и я вам даю эту информацию. 17 денежных потоков. То, что есть сейчас у нас в сообществе, и это не предел, друзья мои, потому что много проектов уже протестированных и находится на стадии запуска. Самое главное – это, как говорится, золотая середина, то оптимальное количество единомышленников, участников, которые должно быть в нашем сообществе для того, чтобы какой-то тот или иной проект стартовал. Идем дальше. Вы, я думаю, заметили, что финансовый мир сейчас стал очень запутанным. Когда обычный человек пытается погрузиться в финансовую систему, фьючерсы, спотовая торговля, там куча всяких наименований, стоп-лоссы, профиты и так далее и тому подобное, то он погружается в этот мир, мир, в котором человек человеку волк, мир, в котором каждый выдирает, отбирает друг у друга деньги. И кто хитрей, тот забирает больше и всегда остается с прибылью. Вот такие волчьи законы в том мире капиталистическом колониального типа. И поэтому специально многое, что делается, очень сложно, чтобы не создавалась конкуренция, и только самые прыткие могли заскакивать на фондовые рынки, на биржевые какие-то игры. Ну и, конечно, благополучно там проигрывать, потому что кто создал этот рынок, тот им и управляет. Правила игры, правила распределения задает именно это, эти люди. И вы должны понимать, это как хозяин казино, так же и на бирже. Есть хозяин биржи, и бирже выгодно, чтобы все его участники сливали. Это прямая денежная заинтересованность каждой биржи. Поэтому, дорогие мои друзья, плюс биржи, многие находятся в картелях, плюс биржи участвуют вместе с китами в одних как бы сговорах, и этим еще проще управлять становится, тогда, когда есть большой капитал и есть инструмент как биржа. Есть еще искусственный интеллект, который торгует у китов. То есть, молодые сейчас трейдеры пытаются ворваться в этот мир и пытаются торговать с искусственным интеллектом. Понимаете, да, что это сейчас как минимум глупо. Вот, без капитала, с надеждой, что они переторгуют искусственный интеллект. Так вот, финансовый мир сейчас стал очень запутанным, друзья мои. И, ну, практически шансов новичку разобраться в этом, ну, нету, скажу вам честно. А когда вы начинаете работать с нашими финансовыми инструментами, с денежными потоками, то через игровую форму проходит обучение. Вы научитесь и разберетесь, что такое криптовалюта, как завести криптовалюту, как вывести, как создать кошельки, как реинвестировать, как создавать потоки, как подтягивать нашу криптовалюту и так далее, как майнить ее в конце концов. У нас все устроено так, что все друг другу помогают. Ваши пригласители, ваш лидер напрямую заинтересованы в вашем успехе. И они являются вашими наставниками и позволяют вам быстрее дойти до вашего успеха, а это непосредственно ваша свобода. Вот, свобода от нужды зарабатывать деньги. Есть у нас также и внутрикомандное обучение в каждой из команд. И все это вы получаете бесплатно. Представляете, друзья, инфобизнесмены продают эти знания за сотни, иногда миллионы рублей. А здесь же вы все это получаете бесплатно, просто находясь в нашем сообществе, как бы в довесок доходу ваших денежных потоков. Поэтому я и говорю, что у нас не просто какой-то проект, у нас образовательно-социально-финансовый проект, касса взаимопомощь нового поколения или фонд коллективного самообеспечения. А наше сообщество создано для того, чтобы облегчить жизнь через объединение людей каждому участнику. Именно поэтому в правилах написано уважаемый бенефициар, либо уважаемый совладелец, по-другому можно сказать. То есть каждый участник, как только вы принимаете участие в денежных потоках, вы становитесь совладельцем, по сути, той финансовой инфраструктуры, становитесь участником нашего сообщества и можете пользоваться финансовой инфраструктурой, которая есть у нашего сообщества. Дальше. И наша касса взаимопомощи, наш проект, с которого обычно все начинают, это маленькая часть огромного замысла Дмитрия Васадина по созданию своей внутренней экономики, которая сейчас у нас уже создана. Но это еще не конец. Это мы реализовали порядка 5% замысла Дмитрия Васадина. Сейчас реализовано. Хотя уже реализовано за 11 лет существования сообщества уже немало. Давайте я вам расскажу, что у нас есть. Что за параллельный финансовый мир у нас есть. У нас есть 4 кассы взаимопомощи нового поколения, либо фонда коллективного самообеспечения. В российских рублях на постсоветском пространстве, общеевропейские в евро. Испанцы сейчас отдельно выделились, они пока тоже в евро. Вот, с Латинской Америкой. И недавно появилась еще польская платформа взлотых. Вот, эти страны, где у нас большое активное количество участников, они выделяются в отдельные фонды и начинают свое независимое развитие внутри нашего сообщества. У нас есть 2 криптовалютно-платежных сервиса. Это Сберкасса, в основном она работает на постсоветском пространстве. И Маннистораж, в основном работает в западной финансовой системе. У нас есть своя криптовалюта, e-currency, и причем это не токен, не коин, а это currency. Currency – это универсальное платежное средство. Я думаю, вы слышали сейчас, что все центральные банки вводят электронные деньги во всех странах мира через систему, которую продавливает Международный валютный фонд, называется CBDC. CB – это Central Bank, DC – это Digital Currency. Вот currency и всплыло. Многие 5 лет назад не понимали, что такое currency, а сейчас currency и всплыло. Currency – это универсальное платежное средство. Это комплекс мер, который намного больше, чем просто какая-то криптовалюта. Это целый комплекс технологических алгоритмов. И на данный момент технологию CBDC внедряют как электронные деньги в каждый из стран через продавливание Международного валютного фонда. И, можно сказать, это инструмент мировой финансовой системы, про которую я вам говорил в самом начале. Дальше. Это еще не все. У нас есть облачный майнинг, с помощью которого мы майним нашу криптовалюту e-currency. И на этом тоже можно зарабатывать. Дальше у нас есть свой блокчейн полностью, с огромной скоростью транзакций. И когда вы начнете пользоваться нашим криптовалютно-платежными сервисами, вы почувствуете это. Дальше у нас есть своя нейросеть, которая уже больше, чем полтора года помогает нам распределять денежные потоки внутри нашего сообщества. И причем эта нейросеть самообучаемая. И на данный момент это не все. У нас еще много есть проектов на стадии запуска и разработки. Это и Marketplace, и социальный агрегатор, и много других проектов. Но, как говорится, были бы вы к этому готовы. И разберитесь сначала с тем, что у вас есть в кабинете, и пойдем, как говорится, дальше. Уже то, что у вас есть в кабинете, это поможет вам быть абсолютно финансово защищенным человеком. Это поможет вам быть свободным человеком. Поэтому начинать нужно всегда с этого. Дальше, скажу вам честно, мы сейчас просто восхищаемся теми инструментами, которые у нас есть. То есть мы в качестве сообщества потратили огромное количество времени и ресурсов для того, чтобы создать эти инструменты. Мы потратили больше 10 лет разработок, тестирования, экспериментов, для того, чтобы наши денежные потоки созрели как живой алгоритм, живой механизм. Это психологически-математические, разновременные денежные потоки, у которых, можно сказать, каждый живет своей жизнью. И как только вы начнете инвестировать в свои денежные потоки, вы начнете финансово становиться еще более грамотным человеком. Они так устроены, что мало того, что вы уже будете иметь деньги, так они еще будут вас обучать правильному технологии и мышлению инвестора. Инвестирование в денежные потоки, я еще раз повторю, это идеальное сочетание прибыли и риска. Это тех обычных терминов, к которым привыкли, как говорится, люди финансового плана в той системе. Мы сейчас пытаемся пользоваться этими же терминами, чтобы донести вам информацию в привычными словами, как говорится. Поэтому в денежные потоки это идеальное сочетание прибыли и риска. Давайте разберем немножко эти потоки. Конечно, если у вас еще нет кабинета, обязательно зарегистрируйтесь. Возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если этого человека у вас нет, то бот раскидывает список лидеров-консультантов. В этом списке я тоже есть, Андрей Елисеев. Поэтому пишите, выбирайте любого лидера-консультанта и попросите реферальную ссылку. Вам ее дадут и помогут зарегистрироваться. Первый денежный поток, с которого рекомендуется всем начинать, называется, конечно же, стартовый денежный поток. Он учит правильной стратегии инвестирования. Это вложил-забрал, вложил-забрал, вложил-забрал. И походу вы обучаетесь правильному мышлению инвестора. Вот вы обучаетесь брать-давать, брать-давать. И нарабатываете этот навык. Потому что человек с бедным мышлением не любит давать. Он любит только брать. Он любит только дай, 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 дай. А так, именно поэтому он становится бедным. Потому что дай зарплату, дай зарплату, дай, дай, дай. Он не думает, что надо вложить, чтобы его вложение подросло, забрать. Вложить, подросло, забрать. Как будто вы закладываете яблоневый сад. Я часто привожу этот пример. Например, вы засадили один гектар яблонями. Но яблоки же не сразу у вас получаются. Проходит год, вы озаботитесь о своем саду. Где-то защищаете от морозов зимой. Где-то от грызунов, которые портят кору у деревьев. И таким образом вы взращиваете яблоневый сад, который на второй, третий год начинает вам давать плоды. И с каждым годом плоды будут все больше, больше и больше. И самые максимальные плоды вы начнете получать на пятый, шестой год закладки сада, дорогие мои друзья. Вот так же работает и стартовый поток. Всего он работает 10 месяцев или 20 периодов. Три месяца мы его кормим. Это 6 периодов. И 7 месяцев он кормит нас. Это 14 периодов он кормит нас. Поэтому, друзья, мы учимся в стартовом потоке правильному мышлению. И параллельно мы каждый раз забираем все больше, больше и больше, получая очень хороший доход. В среднем стартовый поток за 10 месяцев дает около 100% прибыли. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Быстрый поток. Шикарный, интересный инструмент. Его очень тоже любят новички. Мы его называем деньги на каждый день. Быстрый поток разделяется на два потока. Это обычный быстрый поток и супербыстрый поток. Обычный быстрый поток работает 30 дней. И выплачиваются деньги каждый день равными частями с прибылью, которую мы получаем за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты eCurrency. То есть мы смешиваем наш взнос и с eCurrency мы смешиваем, и за счет этого получаем и отдаем все в систему. Система нам равными частями каждый день выплачиваем. Нажали кнопку, сняли. Можете вывести, продать, потратить без проблем. Поэтому мы называем быстрый поток деньги на каждый день. Супербыстрый поток. Есть еще одна разновидность быстрого потока. Это самый короткий поток для ваших коротких свободных денег. Он работает всего лишь две недели. Выплата с доходом происходит на 15 нажатие кнопки начисления премии. Поэтому, дорогие друзья, это шикарнейший короткий денежный поток для ваших коротких свободных денег. Используйте его и, как говорится, меняйте свою жизнь к лучшему. Дальше у нас еще один поток есть. Это шикарный мощный поток. Называется растущий поток. Поток, который растет в течение шести месяцев. С момента его последнего пополнения. Мы его называем базовые деньги на жизнь. Это тот поток, с помощью которого наши участники гасят кредиты, делают ремонты, покупают машины, гасят ипотеки и так далее. Делают какие-то крупные покупки. Этот поток, который может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваши 100 тысяч в 250 тысяч, ваши 500 тысяч в 1 миллион 375 тысяч, ваши 1 миллион в 3 миллиона, 3 миллиона в 9 миллионов и так далее. Вся информация у вас есть в кабинете. Все таблички, все проценты, все написано во вкладочке, как создать денежный поток и эффективно им управлять. Если у вас еще нет кабинета, обязательно зарегистрируйтесь. Возьмите ссылку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию и зарегистрируйтесь. Если этого человека у вас нет, то вверху в закрепе можете найти список лидеров-консультантов. В этом списке я тоже есть, Андрей Алисеев. Поэтому обращайтесь к любому, выбирайте себе человека по душе. Это очень важно, чтобы человек вам был по душе. Выбирайте себе человека по душе, выходите с ним на связь, он даст вам реферальную ссылку, вы зарегистрируетесь и будете иметь доступ в ваш кабинет. И на данный момент это позволит вам не просто ответить на 90% вопросов, но и будет давать возможность пища для размышлений. У вас будет в постоянном доступе. Причем ваша регистрация ни к чему не обязывает. Посмотрели, не понравились, развернулись, пошли. Мы никого не тянем сюда. Здесь хорошо и без насильно притянутых людей. Поэтому если интересно вам, пожалуйста, заходите. Неинтересно, продолжайте работать в том мире, в котором вы живете. Нам нужны единомышленники. Те люди, которые больны идеей свободной жизни. Те люди, которые напахались, которые наработались, которые хотят жить как-то по-другому. Те люди, которые так погрязли в долгах, что хотят полностью высвободить. Те люди, у которых есть мечта, которая очень трудно реализуема с помощью классических методов заработка. И так далее. Нам нужны единомышленники. Поэтому если вам откликается эта информация, то милости просим. Здесь очень хорошо, тепло, по-семейному. Деньги у вас тоже будут. Как будто вы в семью попали. Представьте, что у вас есть мама, папа, сестры, братья. И у вас общая тумбочка. И в эту тумбочку вы складываете все свои свободные средства. И потом по расписанию каждый берет определенное количество денег. Потом опять складываете, потом опять берете, потом опять складываете, потом опять берете. И так в семье у всех есть деньги и у всех все хорошо. И ваш стол постоянно ломится от качественных, хороших продуктов. И в семье прям витает в воздухе изобилие. Потому что у вас есть ваша внутренняя семейная касса взаимопомощи. Так, это один из механизмов Советского Союза. Ведь в Советском Союзе даже мои родители участвовали в черной кассе. Либо черная касса, почему? Потому что наличные использовали. Тогда не было возможности, там где-то безнал. Наличные мы скидывались. Вот. Касса взаимопомощи. Также были объединения в гаражные кооперативы. В кооперативы строительные по строительству жилья. И так далее. Было в Советском Союзе очень много хороших методов объединения людей. За счет которых можно было легко улучшать свою жизнь к лучшему. До сих пор многие люди продолжают жить в том, даже в жилом фонде, построенном в советское время. Поэтому, друзья, если бы тогда не была другая система распределения, то этого фонда не было. А у ваших бы, соответственно, бабушек, либо родителей не было бы возможности как бы получить. Друзья мои, получить квартиру. Получить. Сейчас такого термина вообще не существует. Да. И даже если вы работаете на государственном предприятии, уже и в помине нет такого термина, чтобы предприятие дало или раздавало квартиры. Это сейчас абсурд в капиталистической системе. В Советском Союзе это была норма. Потому что была другая система распределения денежных средств. Было другое распределение материальных благ. Более человеческое. Сейчас все гонятся за прибылью. И поэтому предприятию, даже государственным, настолько похрен на всех своих работников. Пускай идут и берут ипотеки в банки. И уже давным-давно даже государственные предприятия никому не дают квартиры. Поэтому даже многие молодые люди, когда я им это рассказываю, они просто поверить не могут. Действительно раздавали квартиру, действительно получали, действительно становились на очередь. И это вообще возможно. Да, это было возможно. И это подтвердит каждый советский человек, который имеет опыт жизни в Советском Союзе. Сейчас это, конечно же, как будто что-то невероятное. Идем дальше. Вернемся к нашему растущему потоку. Это очень мощный инструмент, который позволит вам делать крупные покупки и покупать, можно сказать, товары вашей мечты. Либо накопить на вашу мечту, можно сказать так. Это очень мощный поток. Он учит терпению, прежде всего. Поэтому называется растущий. Он тоже его надо взращивать. И прорабатывает очень хорошо вашу жадность и страх потери через свои алгоритмы. Обратитесь к вашему лидеру, и он вам более подробно расскажет, как работает этот нелинейный финансовый инструмент. Это живой механизм. Это живой психологический математический алгоритм, который может вам помогать улучшать вашу жизнь. Следующий поток – это накопительный поток. Такая сиреневая вкладка в вашем кабинете. Мы его называем «Деньги на будущее» либо «Наш пенсионный фонд». Стратегия в этом потоке очень простая. Ежемесячные пополнения. Временная стратегия от 3 до 25 лет. Выбирайте любое. Табличка есть у вас в кабинете во вкладочке «Как создать денежный поток и эффективно им управлять». Следующий поток – шикарнейший поток. Буквально вчера его еще лучше обновили. Мы все с вами покупали новые лотерейные билеты. Раньше у нас была лотерея 5 из 36. Но сообщество увидело, что мало людей срывает джекпоты. Поэтому упростило лотерею. Шанс увеличился. Теперь 5 из 30, друзья мои. Это колоссально увеличивает шанс на выигры и, можно сказать, срывание джекпота. Поэтому участвуем. Лотерея у нас также беспроигрышная. Все правила лотереи мы читаем в кабинете. Регистрируемся. Берем ссылку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Либо в списке выбираем человека. Я там тоже есть. И регистрируемся. И участвуем, конечно же, в нашей беспроигрышной лотерее с хорошими джекпотами. Дальше. Я уже немножко разобрал вам 5 потоков. Всего остается у нас еще 12 потоков. Сегодня все 12 разбирать я не буду, но еще про 2 расскажу. А остальные вы можете посмотреть в моем видео на YouTube-канале, либо ВКонтакте. Найдите. Это 17 денежных потоков. Там я за 2 часа раскладываю все 17 денежных потоков очень подробно. Поэтому смотрите, записывайте, изучайте и внедряйте в свою жизнь. Еще 2 шикарнейших потока, которые помогут вам нарастить ваши потоки и изменить вашу жизнь. Это бонусы за развитие проекта в связи с тем, что наш фонд, наша касса взаимопомощи не дает рекламы. Весь рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров нашего сообщества. И первый бонус, первый поток, можно сказать так, реферальный поток начислений – это поток за личных приглашенных. В зависимости от потока, который откроет ваш лично приглашенный, от 2 до 7% вам реферальные начисления. И причем это не с денег, которые внесет ваш приглашенный, а это с общей нашей копилки, с общей нашей кассой взаимопомощи вас благодарит фонд. Дальше. Шикарнейший еще один поток – это поток лидерских начислений, либо лидерский командный бонус. Если вы уже человек, который разобрался с денежными потоками, вам очень нравится, как это все работает, вы хотели бы здесь остановиться, разобраться. И не просто разобраться, а еще и идти по карьерной лестнице, вы можете закрыть квалификацию лидера и развиваться как лидер уже. Для этого вам нужно в первой линии 10 человек с активированными кабинетами, то есть минимально созданным хоть одним денежным потоком. И у вас вы проходите соответствующее обучение, собеседование, сдаете экзамен и вам присваивается квалификация лидера. Таким образом вы образовываете свою лидерскую ячейку и занимаетесь ее развитием и самостоятельным обучением. И открываются вам следующие возможности. Это реферальные начисления от 0,1% до 5% в зависимости от глубины, до 7 уровня по лидерской ветке вам дается реферальное начисление. И соответственно тоже от 2 до 5% от всей ячейки ваших участников до бесконечности, друзья мои. Вот поэтому лидерские командные бонусы это очень хорошие бонусы для того, чтобы вы начали помогать себе изменять вашу жизнь к лучшему. Поэтому интересно берите, неинтересно не берите. Мы сообщество свободных людей, все делается добровольно. У нас нет жертв, у нас есть только добровольцы. Поэтому если нравится, берите эти знания, этот инструмент и используйте его в своей жизни. Я уже много лет, как и наше сообщество, а это несколько сотен тысяч человек по всему миру, мы инвестируем в денежные потоки. И от этого наша жизнь стала проще, легче, веселее, богаче, изобильнее. И хорошо, что вы узнали об этом, услышали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни и вам станет жить проще, намного веселее и приятнее. Вы не будете просыпаться утром с мыслями, откуда взять деньги, как найти деньги, чтобы погасить кредит, как найти деньги, купить лекарства, как одолжить у кого-то, чтобы срочно закрыть где-то кассовый разрыв в вашей семье. Вы заходите утром в кабинет, нажимаете кнопочку, и ваш денежный поток дает вам денежное начисление. Ну а если вы хотите замахнуться больше, то, милости просим, вы можете здесь создать свою команду. И причем неважно, какой у вас возраст, допустим, мой сын ему 13 лет, он уже создал свои денежные потоки и сам их развивает. И самый взрослый участник моей команды, 74 года, Зоя, большой привет, из Казахстана. Мы уже, как говорится, 5 лет развиваемся вместе в сообществе и скажу честно, что такие люди реально достойны восхищения. Поэтому неважно, в какой вы стране, неважно ваше вероисповедание, неважно ваш цвет глаз, неважно ваш цвет кожи, цвет волос и еще какое-то отличие, вы можете быть участником нашего сообщества, вы можете инвестировать, либо создать свои денежные потоки в своих кабинетах и изменять свою жизнь в лучшую сторону. И, конечно же, не забывайте, что денежные потоки – это всего лишь маленькая часть огромного замысла Дмитрия Васадина по созданию параллельного финансового мира, независимой от мировой финансовой системы, той системе, в которой приходится жить нам всем вместе. И я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что когда вы полностью разберетесь с потоками, вы поймете, что такого проекта у вас еще не было и никогда не будет. Потому что наши кассы взаимопомощи созданы для того, чтобы вам помогать. Наши фонды созданы для того, чтобы деньги у вас были всегда. У наших фондов нет доходности, вся доходность распределяется среди участников нашего сообщества. Именно поэтому доходность есть только у участников фонда, а у самого фонда нет доходности. Он создан для правильного перераспределения денежных средств и для того, чтобы обеспечить достойную жизнь всем участникам нашего сообщества. Теперь, дорогие друзья, поднимайте руку, кто хочет задать вопрос. Так, Елена здесь подняла руку. Я готов поотвечать на вопросы. Можете поделиться историями своими. Елена, вы поднимали руку. Нажмите на центральную кнопочку на микрофон. Он заработает и все будут вас слышать. Так, кто хочет еще ответить, либо задать вопрос, либо дополнить что-то, либо поделиться какой-то радостью. Милости просим. Поднимайте руки. И проявляйтесь в этом мире. Чем больше вы проявитесь, тем больше денежные потоки вас будут наполнять вашу жизнь. Так, Алексей. Слушаю. Так, Алексей, ручку вашу видел. Добрый вечер всем, команда. Добрый вечер. Правильно, Алексей, да? Александр. Александр, у вас просто ник такой, латинский, сокращенный. Александр, все. Рад знакомиться, Александр. Я с вами знаком уже 10 дней, 12. Отлично. Я вам писал. Хочу поблагодарить сообщество. Сегодня у меня сыграло две латерейки по два номера. Хоть немного, но приятно. Шикарно, поздравляю. Идея Дмитрия мне очень зашла, конечно. Сегодня слушал его. Так что все, кто новички, заходите. Давайте действительно создадим сообщество. Параллельно нашему сообществу, в котором живем. И будут у нас свои финансовые потоки. Будем приумножать свои денежки. Присоединяйтесь. Рекомендую. Спасибо, Александр. Спасибо, Александр, за теплые слова. Отлично. Послушайте все, Александр. Плохого не посоветуют, как говорится. Уже разобрался. Очень активный. Чаток себя проявляет. И, конечно же, видно первые результаты. И это реально круто. У нас только буквально недавно хорошие были такие пополнения кабинетов. И там на полмиллиона пополняли участники на миллион. Вот, поэтому и так происходит день через день, день через день. И люди закладывают себе хорошие потоки на будущее. Три недели назад, или уже почти, наверное, месяц прошел. Поздравляю еще раз. Елена, участница из нашего сборного улова, купила себе машину с помощью наших потоков. Хорошенький такой хавальчик. Вот. И, скажу вам честно, многие гасят ипотеки, кредиты. У нас очень простые инструменты. Вот. И которые дают возможность каждому жить очень достойно. Так, Наталья. Подняли руку. Слушаю вас, Наталья. Добрый день. Здравствуйте. Андрей, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то препятствия заводить большие суммы? Вот я, например, перевод делала со Сбербанка. Я хотела купить тон в Телеграме. И вот он на 20 тысяч остановил перевод. И так уже не раз уже так делают, борются с мошенниками. А потом мне надо было звать 900, переводить опять в ручную. Вот. А я думаю, если брошу, например, 100 тысяч там и больше, как это вообще происходит? Есть два варианта захода на большие суммы. Первый вариант – это биржи. А второй вариант – это наличные через обменник. То есть вы выбираете на BestChange, отдаю наличные, получаю там тизер ТРЦ-20. Так, у кого микрофончик, друзья? Выключите, пожалуйста, микрофончик. Вот. Это самые два простых способа заводить суммы больше, чем 100 тысяч, допустим. А суммы такие небольшие, до 100 тысяч, заходите, допустим, через Телеграм суммами. А тут нужны знания, здесь нужна уже стратегия. Могу поделиться лайфхаком. Вот. Следующим. Чтобы вас не блочил Телеграм, вам нужно заходить, покупать в P2P-маркете, в Телеграм суммы до 10 тысяч у разных продавцов. В идеале, если у вас сумма там где-то, пускай, даже 100 тысяч, я бы ее разбил на две карты, а лучше на три карты. И с каждой карты покупал бы у разных продавцов. Вот. То есть вы для банка, и причем на разные суммы. То есть, если у вас одна карта, то вообще у разных продавцов надо брать на разную сумму. Допустим, 9700, 9500, 9100, 9300 и так далее. То есть разные суммы должны быть. Тогда робот не видит закономерности. Раз. Во-вторых, до 10 тысяч меньше алгоритм предъявляет. Вот. Это из практики, просто вам говорю. И должны смотреть на продавца. Если у него много очень сделок, есть большая вероятность, что он уже засветил свои карты. И если вы будете на нее перечислять, она уже там в банке красном горит. То есть там 1600 сделок, допустим, с этой карты сделано. Вот. А вы пытаетесь с этим продавцом обменяться, да. То банк тоже будет блочить. Мои рекомендации с банками, не ругайтесь. Просто говорите, да, мошенник, ну все. Прошу, отмените, пожалуйста, платеж, верните деньги на карту. Все, я больше туда платить не буду, все нормально. Спасибо, что меня предупредили. Вот такой диалог с банками. Вот. Иначе просто, ну, трата времени, сил, энергии, это не нужно. Вот. Заблочат вам карту, потом будете неделю ходить туда в эти банки и новую карту делать. Зачем вам это надо? Вот. И в итоге будет все то же самое. Вот. Поэтому идите с суммами меньше 10 тысяч у разных продавцов. Вот. Если есть возможность использовать одну-две карты разных банков, используйте, разбейте сумму на разные карты и с разных карт делайте. То есть, да, и очень, очень не любят банки, когда с одной карты вы на другую карту несколько раз, тан-тан-тан, все. На второй, на третий раз вас заблокируют. Вот. Андрей, а вот смотрите, я купила, у меня там есть тон, да, и я хочу его обменять. То есть, я могу обменять на USDT, а USDT я напрямую могу завести в сберкассу, правильно? Правильно, правильно, Анатолия. Да. Спасибо. Пожалуйста, Анатолия. Так, ну что, друзья, еще вопросы. Поднимайте еще руки. Еще пообщаемся. 5-10 минут. Так, кто на связи у нас? Так, плохо слышно. Можно задать вопрос? Слышно меня? Так, Ирина, вот сейчас слышно, да. Ага. Давайте по-моему. Привет, Андрей. Андрей, скажи, пожалуйста. Привет, Ирина. Смотри, мне нужно будет, ну, примерно через недельку, да, отправить сыну 100 тысяч в подарок на Сбербанк. И я бы хотела, конечно, сделать это одним платежом. Но с биржи, ты сам знаешь, он может тормозить, может блокировать все, что хочешь. И вот как мне лучше это сделать? Разбивать тоже не очень хочется. Или же просто пойти в банкомат и картой пополнить? Я думаю, что с переводами там внутри семьи там все нормально будет. Но фамилия-то другая? Ну, просто скажите, что сын мой, да и все. А, ну, если они тормозят... Там будет все нормально. Да, да, там будет все нормально. Карта же сына, она же не засвечена где-то. Транзакций там немного же, поэтому... Да нет. Конечно, сумма уже так, по которой начнут задавать вопросы. Поэтому просто подтвердить, да, это я делаю перевод, и все. Ну, это-то да, я переводила. У меня карта была прогретая, я переводила большие крупные деньги в обменнике. И 90 тысяч, и 100 тысяч. А вот на 150 они у меня весной в мае заблокировали, просто вообще заблокировали карту. Потом куча вопросов была. А откуда деньги? А что вы покупали? Что вы переводили? Кому? Я говорю, я делала покупку. Аж какую покупку? Что вы хотите? Говорю, вам какая разница? Что нужно было, то я и хотела купить. Я говорю, вам не обязательно докладывать. Ну, потом пришлось перевыпускать карту. Снова все операции проводить. То есть, заметьте, сейчас полицейские функции переданы банкам. Банки перестали уже выполнять свои функции, и на них им дали полицейские функции, друзья мои. Поэтому мир меняется. Они уже другие полномочия получили. Они должны радоваться, что мы пользуемся их услугами, но они нам палки в колеса ставят. Это уже все, это уже было в том мире. Мир изменился. Теперь они совершенно другую функцию выполняют. Функция контроля и функция наказания. Поэтому, друзья, уже банк не радуется своему новому клиенту. Некоторые банки даже радуются, что когда клиент уходит от них проблемный. Вот даже до такого доходит. Так, друзья, еще. Добрый день. Андрей, хотела бы вам задать вопрос. Меня слышно? Так, Оксана, слышу. Да, да, да. Я опять со своим же вопросом насчет конвертации. Вот сейчас была презентация, а я не смогла на ней присутствовать, вот чтобы ее послушать. Я хочу спросить, Андрей, ну может вы знаете, ну как долго будет эта конвертация дриться? Можно вот, допустим, 21 числа получить денежку и потом уже конвертировать вот именно на новые лапы? Да, конечно. Вы вот нажмите эту кнопочку конвертация, и там вам напишут информацию. И у вас будет подумать над этой информацией и потом принять либо отмена нажать. Конвертацию вы нажимаете тогда, когда вы готовы к этому. Финансово, морально и так далее. Понимаете, да? Ну то есть, если я потяну еще месяц, она еще будет, эта кнопочка, никуда не исчезнет. Она всегда будет, она будет вечно, пока вы ее не нажмете. Ах, спасибо большое. Спасибо, вы меня поддержили, спасибо. Поэтому если по вашей стратегии финансовой вы сейчас не хотите нажимать, чтобы, ну, заново поток не запустился, то продолжайте. Может там у вас и каренси наперед были по акции закуплены, да? То продолжайте спокойно, может подкопите немножко, да? А потом уже сразу конвертацию пройдите. Вот. Либо запускайте ее, но нажать на эту кнопочку имеете право только вы в то время, в которое вы захотите нажать. Просто эта кнопочка сейчас есть как функция, и она даст вам перезапуск этого потока с первого, как бы, периода, и те недополученные, как бы, периоды, они просто вам плюсом станут к 20 периодам действия данного потока. Вот и все. Поэтому и вы будете уже новый поток по новым алгоритмам, которые меньше требуют подтяжки и каренси, уже, как бы, взращивать опять, и он будет работать уже больше по периодам времени. Поэтому развивайте стартовые потоки, шикарный инструмент. Еще раз благодарю, Андрей. Спасибо, Оксаночка. Так, задавайте вопросы, кто поднимал руки. Андрей, добрый день. Я извиняюсь, я новенькая. Вот вы сказали, что у вас есть ВКонтакте видео на 2 часа 17 потоков. Вот как это все найти и посмотреть? Мне это необходимо. Напишите мне в личное сообщение. Давайте я вам напишу. И это... Сейчас я вам какой-нибудь... И мне YouTube ваш необходим. Вот это все просмотреть. Хорошо, я напишу вам в сети, чтобы вам было проще, как бы, искать, обучаться, как говорится. Да, да, вот я только зашла на 2 дня как. Спасибо большое, хорошего дня. Пожалуйста, пожалуйста. Так, еще, друзья, вопросы? Андрей, добрый вечер. У меня к вам вопрос. Добрый вечер, Ирина. С Money Storage, как отправить икаренс на почту, которая у Корнет... Ой, простите. Мейл.ру. Я нахожусь... Да, очень просто. Какая разница? В Украине я хочу пригласить просишку и отправить ему икаренс в подарок. Ну, дело в том, что когда я отправляю, мне пишет ошибка. Ошибка. Где вам пишет ошибка? В почте. Так, не может быть такого. Если, то есть, вы берете почту у человека, да, у вашего брата, допустим, да, берете, заходите в Money Storage, перевести там одну икаренси, допустим, вставите вторую галочку, где почта, вставляете туда почту и жмете перевести. Все, монетка сразу улетает. Все, все, вы все сделали. Вот. Поэтому от того, что там... Я именно так и делала. Мне написала ошибку. Ну, значит, что-то где-то вы не сделали не то. Что-то где-то не то. Возможно, пробел какой-нибудь между почтами есть. Может, еще где-то что-то. Но обычно выдают ошибку, когда сделано что-то не то. Поэтому внимательно, не торопясь, еще раз пройдите. Перевести. Одно икаренси. Вторая галочка. Е-мейл вставили. Переводите. Все. Это делается за три клика. И все будет хорошо. И еще такой вопрос. Когда рассказываешь людям за наше сообщество, люди обычно... Да это финансовая пирамида. Да это лохотрон. Плохо. Вот в таких ситуациях, что вы обычно говорите людям? Да, лохотрон. Плохо меня слышно? Вот, уже лучше. Говорю лохотрон, да. Который регулярно мне платит деньги, да. Мне нравится, говорю, такой лохотрон. Всем бы такой лохотрон иметь. Вот все. Потом они начинают за мной наблюдать. Людям свойственно. Из кустов. Да, они садятся в кусты и начинают за мной наблюдать. За изменениями в моей жизни. Вот задача вам показать себе прежде всего, а потом людям, что ваша жизнь начинает меняться к лучшему. Потом проходит 2-3-4 месяца, иногда полгода, и эти люди выходят из кустов и начинают задавать вопросы. И все. И вопроса про лохотронов уже нет. Понятно, да? Спасибо вам большое за ответ. Да, лохотрон. Который платит деньги мне, да. Все верно. Потому что люди мыслят шаблонами. Это как бы, как объяснить? Люди с бедным мышлением привыкли мыслить шаблонами, ярлыками. Они, как правило, смотрят телевизор, и телевизор всегда развешивает всем шаблоны. Это секта. Это сетевой бизнес секта. Там, не знаю, это пирамида. Это лохотрон. Это там еще что-то. Еще, 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 еще. Вот так вот все завешали разными ярлыками. Вот. И они привыкли этими ярлыками оперировать и мыслить. Даже не понимая, что внутри. Понимаете? То есть человек с богатым мышлением, да, можно сказать, с мышлением богатого человека, он понимает, что самое важное в его жизни это его личный опыт. И он начинает сам, если ему срезонировала информация, он начинает сам разбираться в конкретном инструменте. Не, как бы, основываясь на мнении чьем-то. Потому что понимает, что его опыт личный, личный, наработанный, это самое ценное в любом вопросе, особенно в вопросе денег и инвестиций. И он берет инструмент и начинает им разбираться, начинает тестировать на маленьких суммах, смотреть, как работает, погружаться в этот инструмент. И когда он его уже понимает, он уже сам делает выводы. Что это? Пирамида, лохотрон или шикарный инструмент, который высвобождает людей. Понимаете, да? Вот. Поэтому ничего страшного. Понимая вот это, вы просто с улыбкой говорите, хороший лохотрон, нашла я хороший лохотрон, платит хорошо мне, я довольна вообще, всем бы такой лохотрон. Понимаете? Да, кстати, люди очень боятся заводить деньги. Когда говоришь, что инвестировать нужно, вот у меня сотрудница мне говорит, а ты не боишься разве потерять ту сумму, которую ты вложишь? А почему я должна бояться потерять то, что я еще, ну скажем, не вложила, допустим, потому что я еще разбираюсь? Или даже я вложила. Почему я должна потерять? Если тут люди приходят, рассказывают за свои успехи, чего они достигли за столько времени, почему, допустим, не верить людям, а вот говорить, а разве тебе не страшно потерять? Это человек с мышлением наемного работника. И вот, честно сказать, вот именно этой категории людей скоро будет, к сожалению, очень трудно жить в этом мире, потому что искусственный интеллект, роботы, автоматизация многих производственных процессов, будет повальное сокращение в ближайшие пять лет. Поэтому мне жалко этих людей. Они подпадут под серьезные кризисы в их жизни. Возможно, где-то государство каждой страны попытается прикрыть, минималку какую-то дать, либо еще как-то этот процесс как бы сгладить, но в любом случае как бы кризис придет в их жизнь. Это сто процентов. Вот. Поэтому это мышление, мышление наемного сотрудника, того человека, который привык как бы надеяться на барина, на дядю, который придет и накормит и даст зарплату. Вот. А если ты сам начинаешь как бы разбираться в чем-то, то страшно. Страшно. Лучше пускай барин разберется, а я потом там, он мне отстегнет немножко. Да? Вот. Это мышление вот такое холопское немножко. Вот. Бояться в лес не ходить. Да? Волков бояться в лес не ходить. Вот. Поэтому поэтому я и говорю, что у нас образовательно, социально, финансовый проект. Человек с любым мышлением сюда пришедший, он будет трансформироваться. Он будет обучаться. Поэтому если человек в состоянии там с минимальных сумм начать обучаться, значит у него будут все шансы и из больших сумм преуспеть. Если не в состоянии даже с минимальной суммой разобраться, ну значит пока он не созрел для того, чтобы быть свободным и ждет пинка под зад. Вот и все. Это называется ждет жареного петуха. Ну, дождется. Ничего страшного в этом нет. Так же, как многие здесь уже присутствующие в чате, в сообществе, когда-то где-то петух жареный клевал так, что мало не покажется. Поэтому, к сожалению, большинство людей, они немножко не видят дальше своего носа. Они смотрят новости, в маятниках погрязли. Маятники – это энергоинформационные как бы поля, которые захватывают все ваше внимание. И вы не можете отключиться от них, вы постоянно думаете о чем-то, о каких-то событиях, о каких-то катаклизмах, катаклизмах, еще там что-то. И вы, туда сливается вся ваша жизненная энергия. И уж тем более вы не думаете о вашей жизни, и тем более вы не думаете о том, какие у вас цели. Вы просто не понимаете вообще, что, как, куда, зачем. То есть, много вопросов, мало ответов. Чтобы ответы эти услышать от своего сердца, нужна энергия. А энергия сливается в маятники. Поэтому задача первым делом отключаемся от маятников всех и начинаем накапливать энергию и потом услышать свое сердце, чтобы прошли ответы. Ну и, конечно же, это называется перерождение человека изнутри. Поэтому не все это могут делать за, как говорится, за даже одно воплощение. Поэтому кому-то надо и 10 жизней прожить, кому-то 100 жизней прожить. Поэтому мы это все понимаем с улыбкой и как бы дали информацию и все. А дальше каждый человек сам принимает решение, как ему жить. Кому-то проще идти работать, кому-то проще он еще не созрел быть как бы свободным человеком. Кому-то проще наоборот просыпаться тогда, когда он хочет планировать свой день, тогда, когда он как он планирует в соответствии с направлением, движением своих целей. Вот у него есть цель, у него есть ориентир. он выработал стратегию, он выработал комплекс действий, который нужно дойти до своей цели. И он сам идет. И, как правило, эти люди даже намного самодисциплинированные, чем те люди, которые в найме работают. Вот так вот. Там им дядя сказал, они сделали, не сказал, они не сделали. В итоге ждут приказа сверху. Вот и все. А человек, который свободный, он по-другому мыслит. ответственность на себя берет свою жизнь и сам себе составляет график, сам делает действия, сам доходит до своей цели, сам получает результат. Поэтому все очень просто. Друзья, еще давайте пару вопросов или дополнений и будем расходиться. Разрешите? Добрый вечер. Буквально, Андрей, хорошо, да, действительно, ровно, да, Ольга Красноярский, юрист, ровно месяц, как я в этом проекте. То есть мое время пришло, сегодня ровно месяц, да, есть партнеры. Да, благодарю, благодарю. Мне очень нравится, как вы говорите, бояться в лес волков, да, то есть не ходить в лес, бояться волков. Это первое. Второе, то, что на инвестиции не приглашайте, не говорите инвестиции. Подберите слово. Меня также когда-то пригласили, ну, ну, неправильно пригласили. А вот Надежда, она меня зацепила буквально двумя словами, двумя предложениями. Так, все, она где-то меня увидела, Надежда Андреева, да, все, и я так возвращаюсь через час, а это что, поясни. То есть я вернулась именно так, потому что она написала правильно. А когда меня пригласили на инвестиции, я говорю, не-не-не, хотя я никуда не вляпалась, нигде не там, не была пострадавшей. Лохотрон, хороший пример, да, Лохотрон, мы не зомбированные, люди те зомбированные, которые смотрят телевизор, дебилизатор, целыми днями, сутками напролет, вот эти ярлыки, там реклама, маргарин, маслорама, да, затаривали холодильник, вот рекламы, она смотрится, все, побежали. Я не включаю телевизор, когда только внуча приходит, 9 лет, Виктория, смотрят мультики, я нужно новости почитаю, то есть никогда не пичкаем по утрам новостями, не надо, нужно быть позитив, мы идем на работу, у нас должен быть позитив, а не хватать все на себя, ой, ах, ой, авария случилась, там еще что-то, нельзя, то есть мы идем, мы должны быть спокойны на работе, хотя давно по найму не работаем, то есть хороший пример, мне очень про лохотрон, я записала тоже буду так же, я тоже говорю, пирамида, скидываю ролики про пенсионный фонд, на, посмотри, и еще ролики скидываю, наш, что нас ожидает про этот цифровой рубль, ну, в общем, ничего хорошего, тоже скидываю по пути, людям, если, а так, да, я говорю, ой, да, тебе не надо, все, я пошла Машу твою подписывать, ей это точно нужно, вот так вот, Андрей, благодарю, отлично, да, спасибо, Ольга, за дополнение, спасибо за вопросы, шикарно, класс, очень хорошие примеры, да, здравствуйте, Англия, можно я, Надежда, я из Англии, я хочу вам тоже, вот немножко, насчет лохотрона, да, вот в принципе, благодаря мошенникам, которые лоханули меня, на огромную сумму денег, они мне показали дорогу, что есть вот такая возможность зарабатывать денег, это, конечно, были люди по телефону, которые тоже, я там залезла в банк, в кредит, они меня ввели, в общем, где-то, ну, 10 тысяч евро, это было, я взяла только в банке, вот, и поэтому, и все равно, ну, мне там попалась в другом, с этом тоже, женщина, с которой мы там тоже потеряли, и она мне вот подсказала сделать банкротство, я сделала, слава богу, вот, и все равно, понимаете, я не остановилась, я все равно искала дальше, мы опять-таки с ней залезли, мы опять потеряли, я опять подкопила, я опять искала, но я решила, нет, я пойду, если есть такой путь, я дойду, и тут буквально... Здесь есть где-то золотая жила, где-то она тут есть, да? Ну, где-то же она есть, раз уж я топнула на эту тропинку, я должна идти вперед, и тоже вот буквально девчонка, вот у нас тут мы с корейской косметикой, она мне кинула вот видео с этими циферками, я сразу так, что это? Она, давай созвонимся, она тоже в моем городе живет, она говорит, давай созвонимся, объясню, я говорю, давай, все, она мне рассказала, я говорю, так, сколько у меня есть, сейчас закину, потом еще, ну, вот, да, я месяц уже вот в этом нашем сообществе, я очень рада, я уже пооткрывала, конечно, эти быстрые, супербыстрые, все вот, вот, и, ну, наконец-то я, я думаю, что это, наконец-то я дошла до своей цели, я нашла, куда шла, так что, да, и хочу сказать, что не бойтесь, идите к своей цели, она, конечно, будет впереди всегда, вот, так что большое спасибо, сообществу, Надежда, будем расти, процветать, и, ну да, правда, пока родственникам, никому, сыну никому не сказать, он вообще не знает, что я в этом всем участвую, и что со мной произошло, он даже знать не знает, иначе он отключил бы мне все интернеты, но я все равно иду дальше, и потом уже, когда я ему смогу показать, конечно, я ему расскажу, покажу и скажу, сына, давай, идем. Не торопитесь, не торопитесь, пока я буду... Придет время, мы никуда не торопимся, нам уже и так 11 лет, поэтому мы никуда не бежим, мы не кричим, гей-гей, давай-давай, бегом-бегом, у нас такого нет. Бывают такие моменты, нечасто, когда акции, мы просто говорим, не тупи, давай, используй акцию, как вот на испанской платформе было, и заходи, как говорится. А так побольше 5 у нас нет. успела, и вот сейчас вижу, какие каренцы растут, думаю, вот тогда же надо было еще подхватить, когда еще было 0,2, 0,2, еще чуть, а сейчас уже вот смотрю, думаю, ай-яй, ну ладно, ну ничего. Представляете, друзья, да, то есть кто-то мог открыть себе быстрый поток на испанской платформе без подтяжки и каренси вообще, да? И это круто. Допустим, не знаю, там на 5 тысяч долларов, да? На 5 тысяч евро вернее. Вот. И евро там не надо было, ой, и каренси не надо было там подтягивать несколько сотен и каренси, а несколько сотен и каренси сейчас уже нормально стоит так. Да, вот Андрей, кстати, хотела вопрос задать, я где-то слышала уже, вы говорили насчет этих караты, караты по-моему, да? Караты, есть такая валюта, да, она сейчас пока не задействована в нашей как бы экономике, но она есть, и проект есть, в котором караты используются, называется карат систем, поэтому все это ждет, ждет, пока вы будете готовы, но это попозже. да, но я уже по копеечкам, я уже посмотрела, как только месяц назад зашла, посмотрела, как и каренси быстро выросли, я думаю, так, я уже вот эти вот, которые там в будущем, в проекте, я их уже понемножечку подкупаю, можно потихонечку, можно потихонечку, да, не сильно, как бы без фанатизма, но потихонечку можно, без фанатизма, да. Да, хорошо, спасибо большое, хорошего всем дня, удачи, и хорошего настроения. Пожалуйста, спасибо, Надежда, что поделились. Андрей, хочу добавить тоже в тему, у меня сын, когда узнал, что я в сообществе, он тоже был категорически против, но это все понятно, что с заботой о маме, что мама куда-то залезла, как он мне говорил, мама, да это же пирамида, типа финика, там еще там всякая фигня, это инфо-цыгане, куда ты залезла, тебя там разведут, ну и все прочее, хотя я ему не хотела говорить, это младший проболтался, но потом я слушала, слушала, я говорю, так, стоп, сынок, давай ты не будешь меня учить, он у меня одну неделю, вторую зудит, третью, да сколько можно, я говорю, давай ты не будешь мне об этом говорить, я сама большая девочка, я сама разберусь, что мне делать, куда я влезла, сколько денег я вложила и сколько я получаю, после этого мы с ним хорошо поговорили, все, все вопросы отпали, он вообще не стал меня беспокоить по этому поводу, чему я была, конечно, очень рада, вот, но теперь вот у него будет день рождения, и я ему подарю не 10-15 тысяч, как обычно, на день рождения, а 100 тысяч, ну я думаю, он будет приятно удивлен, и я бы на твоем месте подарил бы 100 тысяч в растущем потоке, пускай 250 забирает, но сам, сам, сам забирает, не, но я их прокрутила в растущем потоке у себя и подарю ему 100 тысяч, пускай он прокручивает, сам, ну, захочет ли он, я сначала подарю, а там он посмотрит, вот и ты, знаешь, что сделать, ты скажи, я хочу тебе сделать подарок, у меня, но я не знаю, у меня есть 100 тысяч наличными, либо 250 ты из растущего потока сам достанешь, выбирай, что хочешь, спроси у него, ну не знаю, спроси у него сам, хотя он меня заставляет читать книжки, самый богатый человек Вавилона, который я прочитала, богатый папа, бедный папа, он обучается у меня финансовой грамотности, платит за это деньги, он инвестор, инвестор, риэлтор, ну в общем, в наши чудеса он как-то не верит, у него свои чудеса, поэтому, ладно, посмотрим, вот спроси у него, скажи, скажи, и хочу тебе сделать подарок, вот тебе 100 сейчас, вот так вот, либо 250 возьмешь из системы, как хочешь, ну да, пускай как инвестор репу почешет, он же мужчина, 250, блин, я же куплю себе еще один, ну да, или через полгода, или через полгода 220 хотя бы, ну да, 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 или 100 сейчас, или 100 сейчас, как хочешь, можно эти 100 закинуть в быстрый поток, и он прокрутит, будет там, не знаю сколько, 110 будет, да, вот, тоже как вариант, вот, ну отлично, это очень, видите, мы уже потихонечку растем, начинаем уже, как бы, и детей своих, дарить им подарки, но взрослые дети не верят в это, их труднее переубедить, им просто надо реально показывать, это нормально, они молодые, они, им кажется, что вся жизнь у них впереди, вся вселенная раскрыта им возможностям, понимаете, и ближе к 40 годам, когда их система несколько раз поломает, раз поломает, два поломает, три поломает, и вроде бы он, как инвестор, будет все правильно делать по алгоритмам, но система раз киданет его, два система их киданет, думаете, советские люди, которые откладывали пол жизни своей, не думали, что система их киданет, не думали, что их продадут, их деньги обнулят, кто об этом думал, нет, но разве они не думали, ну практически как инвесторы, откладывая на будущее, думали, все так думают, поэтому, сколько этих инвесторов, которые уже давным-давно банкроты, как говорится, и потерявшиеся люди в этой сфере, поэтому с опытом все приходит, наработаться надо, устать немножко надо, надо, чтобы здоровье немножко уже подшатнулось, потому что нет у Бога, как говорится, других методов, как через наше тело доносить то, что он хочет человека научить, и он начинает воздействовать на наше тело, вот, таким образом, человек начинает понимать, что что-то он делает не то, идет не туда, привычки не те, образ жизни не тот, образ мысли не тот, надо что-то менять, и вот в этот момент есть возможность что-то человеку изменить, видоизменить, свои мысли и так далее, и пойти уже совершенно другим путем, наиболее гармоничным путем. Так, друзья, еще давайте вопрос. Я там сыну хочу подарить, у меня вот приятель, она врач, ну, на трех работах тоже подрабатывает, потому что ребенка он учится в Финеке, надо помогать, и я говорю, слушай, Маша, приведи-ка Андрея сюда, говорю, я хочу с ним побеседовать, она, да ну он придет, я говорю, я позвоню ему, я ему звоню, говорю, Андрей, ты знаешь, мы тут с мамой в одно сообщество вступили, тут крутим одну тему, знаешь, говорю, он говорит, Юрь Гуль, вы знаете, наверное, вам сидеть на пейске, и все, никуда вам не лезть, вы уже залезли, где-то с мамой, ну, пожалуйста, я говорю, приди, тут мы не можем разбраться, ты знаешь, тут надо на бирже посмотреть, он говорит, ну, мы же чем-то занимались, и все-таки пришел вчера, представляете, я его добил, два дня пришел, значит, показывает, я говорю, ну, вот видишь, ты знаешь, вообще финансовую эту всю, говорю, систему, он говорит, ну, мы сейчас изучаем, там банк, банковские вот эти дела все, я говорю, ну, вот смотри, вот здесь, я говорю, есть такие кариесы, слышал, он говорит, да что за кариес, еще что-то придумали, потом посмотрел, говорит, слушайте, на обменник его, я говорю, не могу купить, я сама-то знаю, я говорю, мне надо эти юзды, он говорит, это просто же, это совсем, это самое, элементарно, я говорю, купи мне, начал там лазить, лазил, потом, давайте, а он увидел меня бинус, представляете, на главном, а это просто, я закачал, я говорю, не знаю, и знаете, сделал, сделал и купил, купил пакет, я говорю, видишь, мама говорит, на семи работа, а ты, давай-ка это тоже, говорю, подкуй, а он говорит, а я что, я даже могу учебу, наверное, оплачать, он же на платном, И вот я, говорит, еще на 30 зайду. Сейчас вот взял вчера на 3, говорит, я посмотрю все. И вы знаете, молодежь надо немножко это интриговать, ну, как-то немножко хитростью брать. Молодой мальчишка, засидит такой тихонько. Я говорю, ну, вот это что? Я вот это не понимаю. Ну, прям, знаете, то, что я знаю, я у него спрашиваю. Он мне подсказывает, он говорит, да я еще приду, говорит, к вам. Мне тоже, говорит, это интересно. Представляете? А так сидел весь закрытый, и маму не хотел слушать, и меня. Ну, Маша сидит, молчит. Он же такой, говорит, гулял. Он говорит, ну, тебя, говорит, слышат. Вот и все. Не надо давать им денег. Входят свои стипендии. Да, стипендии. Какая-то самая. Спасибо. Спасибо, Голи, спасибо опыту. Я хочу сказать, на обменнике будьте осторожны. Я два дня с этим администратором. Господи, и так. Вот это пришли. Вот на скрепку нажмите. Я говорю, я все уже тебе отправила. Он говорит, сколько вам лет? Я говорю, 80. Я говорю, и все-таки он мне вернул деньги сегодня. Все, просмотрел. Говорит, давайте вот это, давайте еще. Ну, я отправила деньги, а денег нет. Два дня. Ну, что это такое? Я все-таки, он мне нашел эти деньги. Сегодня вернул. Я говорю, ну, храните, я Господь. Спасибо. Все, обращайтесь. Постоянный у них клиент там. Отлично. Опыт нарабатываем потихоньку. Хорошо. Ну, прикрутите. Спасибо. А, вот криптовалюта растет, да, и новички заходят, и получается, что они получают меньше прибыли, что ли? Потому что Айкаре все дороже покупают. Ну, вот, например, на 20 тысяч я заходила, быстрый поток, я покупала по 14, а сейчас 20. То есть, получается, ну, так. То есть, прибыль в 5 раз вам мало, да? Почему в 5 раз? По 20 рублей покупаем икаренси, а по 100 рублей продаем фонду. Не очень понимаю. Ну, мы же перепродаем, по сути, фонду. Фонд принимает у нас по 100 рублей монету. Мы в сберкассе покупаем за 20 сейчас, а монету фонд продаем за 100, по сути. Фонд у нас принимает по 100, а за одну монету в 5 раз. Вы считаете, что это мало? Наверное, как-то у меня математика в голове не складывается. Я думала, наоборот, уменьшается как-то. Нет, ну, до этого было в 6 раз, сейчас в 5. Какая разница? В любом случае, вы в хорошем жирном плюсе. Не волнуйтесь, если вдруг икаренси и дальше прилично поднимется, у нас просто курс приема фондом увеличится до 120 рублей за монету или 150 рублей за монету. Не волнуйтесь, в любом случае, вам будет всегда выгодно подтягивать икаренси и наращивать свои потоки. Потому что фонд создан для того, чтобы деньги вам дать. Это инструмент. Это, как вам объяснить, более простым языком. Это холодильник, в котором... Вот холодильник создан, чтобы нам сохранить продукты и нас накормить. Вот так же наш фонд создан, чтобы сохранить наши средства и нас накормить. Вот только в большинстве то же самое абсолютно. Поэтому наше сообщество – это живой организм. Это абсолютно живой организм. Он постоянно будет расти, будет что-то видоизменяться. Вы с этим тоже должны расти, видоизменяться. Это очень хорошо, что растет наша криптовалюта. Это означает, что участники нашего сообщества активно ее скупают и активно ей пользуются, запускают денежные потоки в том числе. Ясно, спасибо. Пожалуйста, Наталья. Добрый день, Андрей. Можно? Добрый день. Да, Арина, да, Арина. Плохо слышно стало? Во, уже лучше, наверное, да? Да? Вот сейчас хорошо. Да, да, хорошо. Ну, во-первых, сразу хочу сказать и, наверное, выразить общее мнение и передать вам наше всеобщее признание, Андрей. У вас удивительная способность вносить простыми словами трудные вещи. Вы учитель от Бога и наставник тоже, и к тому же профессиональный спикер. Благодарю вас за это большое. Всегда получаю просто огромное удовольствие на ваших презентациях. Благодарю, Ирина, за теплые слова. Все для вас, для того, чтобы вы как-то более глубоко начали понимать нашу систему. Вот. И, как говорится, убирали лишние, как говорится, какие-то страхи, где-то сомнения, где-то понимание. А это все уходит, когда приходят знания. Когда вот вы понимаете, как работает система, вы ее перестаете бояться. Вы начинаете уже взаимодействовать с этой системой. А когда вы не понимаете, как работает система, то вы начинаете ее бояться. Вот. И в ходе наших бесед вы начинаете врубаться, как работает система, для чего она создана и почему она именно так создана, а не по-другому. Вот. Поэтому стараюсь, как говорится, как могу для вас, чтобы у вас было больше понимания и, соответственно, результаты. Так получается интересно у наших участников, что чем больше понимания, тем больше взносы. Представляете, Ирина? Это правда. Это вообще. Я уже это почувствовала. Это вообще круто. Чем больше понимания всех процессов, тем больше человек начинает увереннее создавать себе денежные потоки и себя вот так вот за шкварник вытягивать из этого болота. Понимаете? И это круто. И это круто. Вот ради этого мы все делаем. Вы действительно настоящий наставник. У вас очень хорошее образное мышление. Вы прямо действительно рисуете картинки или вы даже демонстрируете, как за шкирку. Вот реально так абсолютно. Спасибо. Спасибо, Ирина. Спасибо. Немножко небольшую историю. Я зашла тоже буквально месяц назад и зашла прямо с глубокого минуса. Вот прямо тысячу я смогла только наскрепсти. Ну, это, конечно, не самый грамотный способ сюда входа, потому что, ну, вообще прибыли вообще никакой не будет, потому что там идут комиссионные. И карни сейчас немножко, да, подорожали. Поэтому сразу всем новичкам это не очень. Но разобраться это позволяет, да. И вот интересно, что послушав, наверное, я много сразу стала слушать всего, где-то могла добыть в Ютьюбе и так далее. Старые записи нашла. И Дмитрия Васадина нашла. И вы знаете, я освободилась от маятников вот от этих. Хотя я давно уже с этим работаю. Но тут прямо как-то одним чохом. Видимо, я от них так хорошо оттолкнулась, потому что у меня, откуда ни возьми, стали появляться деньги. Шикарно. Это очень хороший знак, что вы делаете все правильно, да, круто. Я тоже так же оценила. То есть они не такие прямо огромные. Ну, где-то пять тысяч нарисовалось какого-то там предыдущего проекта. Позвонили, сказали, забирай. Прям вообще подарок судьбы. То сын подкинул, то, значит, ну, это еще. И потоки. Я все в потоке. Все их вот у меня очень нравится. Кормить, да, кормить. Новые рычаги прокапывать и растить свою реку, как я говорю, Волгу-матушку, да. Вот. И, конечно, уже сейчас у меня уже 30 тысяч на растущем потоке как-то образовалось. Плюс я хорошие комиссионные понемножечку начала получать. И сегодня я буду открывать уже испанские. Испанское направление, потому что у меня появились девочки. И с Украиной, и в Италии. Вот. Буду расширяться. Отлично. Какая замечательная история получилась. Отлично, Ирина. Круто. Поздравляю вас. Обязательно участвуйте во всех наших фондах. Потому что... Вот услышите меня. Вы не знаете, как ваша жизнь поменяется за один год. Вот просто вообще не знаете. И вы даже не представляете себе, где вы будете через год. А вот там, где вы будете через год, вы встретите разных людей с разных стран этого мира. И дай бог, чтобы вы были готовы, не знаю, там, встретите гражданина Польши, и у вас сложатся хорошие отношения. И дай бог, чтобы вы были готовы к тому, чтобы его быстро зарегистрировать. А не брать ссылочку где-то у кого-то своего лидера, быстрее-быстрее скиньте ссылочку. Мне надо сейчас быстрее зарегистрироваться, потому что мне надо зарегистрироваться. А человек уже деньгами вот так трясет перед вами. Ну что, где? Где? А вы не готовы к этому, понимаете? Вот так вот. Поэтому будьте, как говорится, готовы. Будьте готовы, да. Всегда готовы. Вообще, маркетинге всегда, то, что говорит наставник, способ, он себе сказал прыгать с пятого этажа. Просто знает, что там внизу батут ждет, да. Попрыгнем смело. И подпрыгнем еще выше. Вы знаете, что вообще на самом деле, вот вы сейчас говорили о том, что люди боятся и так далее. Когда люди отказываются, они ведь на самом деле тоже принимают решения. Это тоже решение. Остаться там, где ты есть. Но сегодня время такое, что, к сожалению, там, где ты есть, ты не останешься. Извините, назову вещи своими именами. Ты просто заберешься глубже в задницу. Вот и все. То есть там тоже движение не тратит, но немножко не туда, куда нравится. Да, все верно. Еще один вопросик. Еще один вопросик. Вот сейчас только что выступало, ну, где-то три участника назад. Ольга, по-моему. Большая просьба ее снова выйти к микрофону. Она сказала, что ее как-то чудесным образом, какими-то другими словами. Наша Надюша замечательно пригласила, рассказала ей о нашем сообществе. Можно услышать, что же она ей такого написала. Мне вот прям любопытно. Оленька, давайте, делитесь секретом. Что же вам Надежда сказала такое великое, что вы включились. Вау, это что-то интересное. Да, 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 да. Я скинула уже ответ на Надину. Нашла точно, как она меня заинтриговала. Она просто сказала, что... Спросила, куда ты зашла после того, как скомонулся там Dream Matrix, да? Спортивный интерес просто был. Так, пошла просто. Хотя не хотела идти. Не хотела. Восемь раз отказывала себе. Ну, не надо в эту фигню заходить, да? То есть, ну, я просто ответила, да, я зашла в эту обучающую платформу, обучаюсь. Там действительно есть обучение, да? Я говорю, все хорошо, все замечательно. Она потом написала. Девчонки, я там скинула скринчик. И написала Наде. А я, говорит, зашла в денежный поток. Нет, короче, читайте. Я уже все просто сейчас... У меня открылся денежный поток. И я счастлива, и я счастлива. Это был ответ моего пригласителя Надежды. Холодный контакт. Через час я вернулась к этому отчету и спросила, что это? Что такое денежный поток, да? Да, да, да. За небольшое срока. Отлично, хорошо. Да, открылся денежный поток. То есть, денежный поток, это прежде всего вот здесь он открывается в голове вашей. Вот, и потом все хорошо. Вот, смотрите, Надежда, я думаю, сейчас вы еще с нами на эфире. Страшно заходить, а то сколько куда не зайду, сразу скам. Представляете, да, уже комплекс какой. Надежда, заходите. Мы всех трансформируем. И вы с этого дня будете на лотерейке тренироваться и станете очень успешной женщиной. У нас лотерея беспроигрышная, вы на нее начнете тренироваться. Вот. И будете выигрывать каждый день, каждый день будете выигрывать, каждый день, каждый день. Вы можете пока даже в потоке не заходить. Вы на лотерейке потренируетесь недельку-две, почувствуете себя успешной, и потом спокойно заходите уже с другим настроением в потоке, и там у вас тоже будет все хорошо. Поэтому, Надежда, у нас есть инструменты для того, чтобы почистить мозг, и причем это происходит практически с каждым человеком, происходит глобальная трансформация. Поэтому все, кто здесь находится, сейчас проходят глобальную трансформацию. И, как ни странно, от этого жизнь становится лучше, проще, легче, веселее, богаче, изобильней, здоровее. Потому что люди начинают понимать, что если качество жизни менять, надо начинать это со здоровья в том числе. Потому что я же хочу... Почему люди вообще умирают? Потому что не хочется жить такой жизнью, просто они приняли решение уйти, вот и все. Если человек хочет и борется до конца за свою жизнь, он будет жить очень долго. А лучше не бороться, а лучше гармонично с матушкой природой. Поэтому здесь у вас появляется дополнительная жажда жизни. А зачем уходить из жизни, когда все хорошо? Зачем? Надо еще подольше пожить. Есть причина. Причина жить есть. Понимаете? Повод. Ипотека или кредиты – это не повод жить. Понимаете? Или еще что-то, да? Вот. А когда у вас пассивный доход, когда ваши денежные потоки работают, когда у вас все хорошо, когда вы не задумываете, откуда брать деньги, вы начинаете жить свободной, счастливой жизнью, потому что вы избавились от денежного рабства. Деньги у вас появляются легко и просто. Есть волшебная кнопочка, Дмитрий Васадин ее придумал, называется «Начислить премию». Вы сами себе директор, сами себе бухгалтер, сами себе финансист. Каждый день заходите в ваш кабинет и нажимаете кнопочку «Начислить премию». Если у вас кабинета нет, обязательно обратитесь к вашему пригласителю, того человека, который дал вам эту информацию, который добавил вас в этот чат. Если у вас его нет, то там список лидеров-консультантов, в этом списке тоже я есть, и обязательно регистрируйтесь. Это очень важный момент. С этого дня у вас все в жизни будет совершенно по-другому. Иначе, чем было где-то в каких-то, не знаю, проектах, там, где проекты созданы ради того, чтобы зарабатывать деньги, наш фонд не создан для того, чтобы деньги зарабатывать. Наш фонд создан для того, чтобы их грамотно, справедливо перераспределить по справедливым алгоритмам. Вот и все. Вся доходность, весь доход распределяется среди участников нашего сообщества. Так, кто еще подымал руку? Андрей. Андрей. Да, все верно. Мы все здесь меняемся. С нами, со всеми происходит трансформация. Это на самом деле так. Я сейчас вот уже, да, два года в сообществе. И сейчас я радуюсь утру. Особенно утру понедельника. Когда я завела будильник, проснулась. У меня, всем об этом говорят, что утром я проснулась, что мое утро начинается не с кофе. Потянулась, улыбнулась, волшебную кнопочку нажала, зарплата набежала. И зарплату я себе ложу сама. Не работодатель, а такую, какую хочу. И это только с быстрых потоков. Я даже не говорю о растущем потоке. Только с быстрых потоков больше 12 тысяч ежедневно. Можете себе сколько хотите положить ее. Так вот, это все благодаря сообществу. И я хожу на работу, на ненавистную, как на каторгу время от времени. Но теперь я уже пришла к выводу. Я приняла решение, что в конце декабря я все-таки увольняюсь с этой работы. Я получу шерсти-клок. Ты не передумала? Все нормально? Не передумала? Конечно, нет. Я хочу получить шерсти-клок за выслугу лет. И эти деньги вместе с зарплатой в растущий поток, конечно же, закинуть. И увольняюсь в конце декабря. Чему я несказанно рада. Я иду на работу, как на каторгу. Встаю полпятого утра, но это же с ума сойти в первую смену, когда. Еще и в ночь приходится идти на работу. Поэтому за копейки, за 25 тысяч, не поверите. Поэтому все, хватит уже. Здесь фонд, слава богу, дает нам гораздо больше денег. Чему я очень рада. Я горд тобой, ты этого достойна. У тебя шикарная команда, ты отличный лидер. Поэтому все, завязывай с этим делом и становись свободным человеком. Это круто. Крутое решение. Поздравляю. Конечно. И теперь мы можем покупать себе, что хотим. И подарки дарить, какие хотим. И себе, и своим близким. И поехать, куда хочу. У меня сын все звал долго в Сочи. Он там живет. Мама, приезжай, бросай свой распад. Приезжай, пошли их подальше. Я тебе буду квартиру арендовать. Я сама себе могу теперь арендовать. Не надо мне арендовать. И где хочу. Поэтому это же здорово, что мы здесь в сообществе. И я всем желаю. Так что, достаточно изобилия. Арендовать за вечер в семь. Разрешите мне свои пять копеек в очередной раз ставить. Ну, во-первых, я хочу присоединиться к словам Ирины Семясиной с огромной благодарностью к Андрею. Сегодня я слушаю презентации, абсолютно стараюсь не пропускать ни одной. То есть в течение месяца я здесь. И практически можно по пальцам пересчитать те презентации, на которые я не приходила. И я от начала и до конца на всех наших двухчасовых презентациях, то есть они у нас, как правило, не получаются, несмотря на то, что, может быть, и хочется там уложиться в меньшее время. Уже неоднократно говорили люди, что бывали в других компаниях, в которых проходили презентации, где одно и то же, одно и то же за дня в день. Здесь тоже, естественно, у Андрея выработана одна какая-то определенная, как я говорю, это скелет, да, презентация, он существует у любого спикера. Но каждый раз этот скелет, не будем его, некрасивым словом, скелет, это елочка, на которой каждый раз какие-то новые игрушки, новые хлопушки, новые огоньки загораются. Сегодняшняя презентация просто чудо. Я говорю, я ее вот, правда, как говорится, настольная книга будет. Я жду с нетерпением, когда появится запись. И еще, что я хотела сказать, в тот момент, когда прозвучало слово лохотрон. Вы знаете, достаточно давно я услышала такое изречение. Лохотрон – это наша жизнь. Мы ходим в детский садик, хотим мы этого или не хотим, мы вынуждены туда ходить. Мы ходим в школу, хотим мы этого или не хотим. Затем получаем образование начальное, там, среднее образование, 9-11 лет. Потом мы идем кто-то в институт, кто-то в училище, неважно. Зачастую сейчас, если учитывать, что это уже далеко не советские времена, люди вынуждены оплачивать свое обучение. Кстати, начиная со школьной скамьи зачастую, да. Поэтому далеко не всегда это бесплатное обучение. Вот, то есть мы оплачиваем, возьму в среднем высшее образование на сегодняшний период времени, где-то обходится, ну, чаще-то родители, конечно, оплачивают, в миллион рублей. Миллион рублей обходится обучение чада. Хочет этого чада или не хочет, пришел он по призванию в эту специальность, или потому что институт единственный в городе, или потому что, наоборот, этот институт за городом находится, куда родители не смогут контролировать это ребенка, неважно. Человек получил образование и вынужден идти по специальности, идти на эту зарплату, вот как только что высказывалось, да, Ирина, на ненавистную работу она ходит на протяжении каких-то многих лет за 25 тысяч. Теперь возьмите и разделите миллион рублей, которые были вложены на обучение этого человека, и она 25 тысяч. 40 месяцев не пить, не есть, не спать, не покупать себе вещи, только оплачивать учебу, на которой было затрачено этот миллион рублей. Только лишь. И только потом, через 5 лет, вы, слава богу, начнете работать для того, чтобы начинать есть. Так вот, самый большой лохотрон – это наша жизнь. И, ребята, я счастлива, что я здесь нахожусь. Я, правда, вот он, я сейчас говорю, у меня же мурашки бегут по телу, потому что, действительно, столько в жизни уже всего перепробовано. Лучшего в моей жизни не было. И вряд ли когда-либо будет. Честно, я здесь месяц, и я месяц не перестаю улыбаться. И я вспоминаю слова Дмитрия Васалина, который сказал, я сначала начал улыбаться, а потом у меня все стало хорошо. Так вот, ребята, улыбайтесь, и у вас все будет хорошо. Это 100%. Я счастлива здесь. И все, кто слушает нас впервые, может быть, да, кто сегодня впервые на презентации, кто вообще только-только зашел и вообще не понимает, куда он попал, что за счастливые люди в этих потоках, о чем они вообще, про какую философию они тут говорят. Ребята, не задумывайтесь. Я еще раз говорю, наша жизнь скоротечна. Мы не знаем, что с нами будет завтра. Берите от жизни все, что он отдает сегодня. Спасибо всех. Благодарю от души. Спасибо, Лилия. Спасибо за теплые слова. Шикарно. Шикарное дополнение. Да, да, все верно. Мы живем действительно в пирамиде. У меня сын говорит, мама, это пирамида. Я говорю, а ты где живешь? Ты живешь в пирамиде. Пенсионный фонд пирамида. ЖКХ пирамида. О, ну все, понесло тебя. Я говорю, да, представь себе, понесло. Но это действительно так. Мы в пирамиде живем. Мы работаем вообще непонятно кого и за сколько. Но теперь, слава богу, мы здесь. И здесь получаем мы приличные деньги. И можно бросить эту работу. И жить в свое удовольствие. Хотя до пенсии мне еще далеко. Молодость нам продляют периодически. Пока я доживу до этого времени, еще молодость продлят. А там, глядишь, и пенсии отменят. И поэтому зачем я буду ждать эту копичную пенсию? У тебя есть пенсия. Называется накопительный поток. У тебя есть пенсия. Все нормально. Да, конечно. Нет, так это не пенсия. Я вообще не считаю, что это пенсия, которую людям платят. Это какое-то пособие. Действительно. Или же премиальные. Пенсии это не назовешь. Так как прожить на нее невозможно. На зарплату прожить невозможно. А на пенсию тем более. Поэтому здесь мы получаем очень хорошие выплаты. И пенсии, и зарплаты сами себе делаем. Поэтому и все, конечно, этому рады. И еще, Андрей, вот я очень хочу тебя попросить. Я очень рада, когда ты ведешь презентации по субботам. Это действительно, это вообще супер просто. Каждый раз новое, интересное. И поэтому я очень хочу, чтобы ты всегда, каждую субботу проводил презентацию в инициативе. Поэтому вот и подольше. Не как обычно вот стандартные, а у тебя всегда это получается с огоньком. Очень интересно. Всем нравится. Все хотят запись. Причем мы еще и переслушиваем. И есть что конспектировать. И даже новые участники. У меня подруга моя лучшая, которую я с грехом пополам через полгода только все-таки пришла она сюда. И теперь она слушает твои презентации. И даже конспектирует. И сама говорит, что она меняется. У нее мышление меняется. Но это дорогого стоит действительно. Поэтому, Андрей, тебе ни в коем случае нельзя прекращать здесь в инициативе презентации. Пока не планирую. Поэтому не волнуйтесь, девчонки. Не планирую пока. Да, я надеюсь, что ты всегда будешь в инициативе. До Нового года точно буду. А там будем смотреть по силам. Не важно, Андрей. Нет, нет. Здесь в инициативе ты будешь проводить всегда. По субботам. Выбирай любой день, но каждую неделю. На каждую неделю. Хорошо, спасибо. Спасибо большое за теплые слова. Очень приятно. Я, Андрей, хочу сказать. Можно, да? Да, да, да. Снимаем за и каренцы. У меня подруга в недвижимость. Сейчас будешь сдавать посуточно жилье за и каренцы. Шикарное. Я ему сегодня позвонила. Я говорю, ты что ты там делаешь? Он говорит, я за ванкойн, посуточный. Я говорю, хочешь за и каренцы? А давай, говорит, встретимся. Он такой еврейчик, любит деньги. Я говорю, давай, встретимся. Я тебе в кафушке посетить и все расскажу. Гуль, так с удовольствием. Вот хочу сейчас им это предложить. Отлично, отлично. А я подписала своего офиса. И она подписалась. И сделала пакет. И сейчас мы и говорят, а то у меня слабослышащий. Ой, денег нет, денег нет. Открываем кабинеты и учимся. Представляете, переводы. Эти 100 рублей. И они научились. А так вот все тыркались, тыркались в этом телефоне. Вы знаете, как с ними работать. Открываем все телефоны, переводим по 100 рублей. Хозяйки и все. Понимаете, вообще интересно. Настолько интересно. Настолько мне это зажигает. Это только начало. Это только начало. Потом будет дальше еще больше. Еще больше энергии. Просто будет энергия высвобождаться. По поводу пенсии хочу сказать. У меня большая пенсия. 14 600. Поэтому если бы у меня не было этой пенсии, я бы, наверное, сюда бы не пришла. Если бы побольше было, я бы, наверное... А теперь мне все хорошо. Я довольна своей пенсией. Довольна, что мне ее дали. Все-таки. Хотя стаж у меня выработан уже давно. Просто так получилось по жизни. Отлично. Просто продолжайте, Гулечка. У вас все шикарно получается. Просто продолжайте. И обучайтесь дальше. И это интересно. А потом дальше энергия еще больше высвобождается. И еще больше. То есть вы начинаете инвестировать в себя, в свое развитие. Деньги, энергия, свобода. То есть здоровье. Себе будете уделять больше внимания. На массаж себя отведете, свое тело. Пойдете там еще зарядочку на йогу. И начнете еще больше энергии у вас идти. Еще больше здоровья. И вот так вот преображается жизнь по-настоящему. Ну, а особенно все, кто в возрасте, уже давно этого достойны. И поэтому наше сообщество воспринимается очень как бы на ура. Потому что есть советский опыт. Есть понимание взаимодействия между людьми по-другому. Вот молодые люди почему не схватывают? Они выросли уже в капиталистической системе. Они уже, можно сказать, продукт капиталистической системы. Поэтому они не врубаются в советскую систему, которая была. Мой год и то уже притормаживает. Потому что подтормаживает, вернее. Мой год – это последний пионер Советского Союза. А те, кто еще моложе, как говорится, те еще сидят в маятниках. Пока их маятники не высосут, они будут сидеть до упора. А потом за голову было браться, что за пенсия такая. Потому что люди молодые, к сожалению, думают, что они будут жить вечно. И вся жизнь у них еще впереди. Это заблуждение людей категории от 20 до 30 лет. Такой вот очень интересный миф. Миф такой у них. Потом этот миф развеивается. И они реально понимают, что ой-ой-ой, что-то где-то не так. И начинают репу чесать. Дай бог у них в правильном русле эта репа будет работать. И они встретят достойных людей на своем жизненном пути, которые дадут ему достойную информацию. Хотя бы вот о нашем сообществе. Так, ну что? Есть такая поговорка, Андрей. Есть такая поговорка. Молодость – это тот недостаток, который, к сожалению, очень быстро проходит. Да, пройдет, да. И это пройдет, и это. Всех вылечим. Поэтому и это тоже будет. Молодозеленно, как говорится. Поэтому терпеливо, действительно, где-то, вот правильно Гуля делает, где-то через помощь, то есть взаимодействие, кабинет, чтобы посмотрел человек, где-то это. И таким вот образом человек начинает врубаться, что это действительно очень интересный квест. Просто квест. Можете молодым говорить, пойдемте квест, там можно деньги заработать. Вот все сейчас молодые играют там в танки и деньги зарабатывают. Представляете? Надо их приглашать играться в наши потоки. Это у нас такой поток. Знаете, вот кэшфло есть у Роберта Киосаки. Вот. И у нас есть тоже такая же игра. Поток называется квест. Финансовый квест. Заходите к нам, поиграемся. Кнопочку нажимаешь, начисляешь. Потом надо перевести, потом надо конвертировать, потом надо купить, завести, потом вывести. И вот целый квест. Это очень интересно. Пока ты все это делаешь, многому, чему научишься. Вот мы еще один алгоритм работы с молодыми ребятами уже наметили. Ну что, будем потихонечку заканчивать. Не хочется расходиться, понимаю, мне тоже. Вот. Но впереди, кажется... Одно тоже такое. Для всех. Пришла вчера пятерочку, открывая, значит, телефон свой, у меня сберкасса. Я говорю, вы какую, какую валюту, говорю, принимаете? Она говорит, какую? Говорит, рубли. Я говорю, вы так не конвертировать надо. Я говорю, а икариса принимаете? И потом парень стоит, линьков, вот аппарат это. Я говорю, а вы что, криптовалютой занимаетесь? Я говорю, да. Он говорит, а поймите, что там? Я ему дала телефон, я говорю, мне сейчас некогда, я правда спешила. Я говорю, давайте встретимся. И вот, представляете, и все посмотрели, что у меня там и евро, и биткоины, и, ну, и видно, сперкасса. Я говорю, вот видите, все, российская, так что все нормально. Вот это тоже, девочки, интрига должна быть. И кто-то из этих, кто-то так любит. Да, да, все верно. Вот, мотайте на ус. Видите, сколько сегодня лайфхаков. Просто мы уже два с половиной часа скоро будем, и это одни лайфхаки. Немножко познакомились с нашими сообществами, душевно пообщались, обменялись нашими лайфхаками. Поэтому берите их, используйте. Все это бесплатно, друзья мои. Применяйте в своей жизни, улучшайте. Всех вас обнимаю. Желаю вам хорошего, продуктивного завершения дня. Конечно же, хорошее настроение, улыбки, чтобы всегда были на вашем лице, глаза, чтобы сверкали от ваших целей, от ваших мечт, как говорится, и чтобы вы уверенно шли по жизни с широко, кажется, расправленными плечами от того, что вы свободный человек от заработка денег. Ну, а наше сообщество вам, конечно же, обязательно поможет в этом интересном деле, как создание денежных потоков. Всех обнимаю и до новых встреч. Спасибо. 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 Продолжение следует...